Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. Почему у нас в России практически нет православных миссионеров? В стране, которая о православии имеет смутное представление, которая чаще черпает из гороскопов и примет, очень много миссионерских отделов, а миссионеров нет. С уважением, Борис Николаевич, 68 лет. Что такое миссионеры, интересно? Надо подумать об этом. Это тот, который выходит и начинает все говорить, говорить и говорить. Думаете, это миссионер? Говорить может что угодно, а дела-то и не будет. Но скажу о другом. Миссионер – это тот человек, который должен очень хорошо знать православие. Первое. Это человек, который должен сам быть искренним христианином, то есть стремиться, насколько это возможно, для него вести христианскую жизнь, а не какую-либо иную. Потому что только тот человек, в котором живой дух, может через эти слова передать жизнь, стоящуюся в христианстве. Вот в чём дело. Это, так сказать, первое. И таковых людей всегда было не так много. Не думайте. Почему апостолы победили мир? Потому что они были одухотворены Духом Божьим. Господь дал им это. Это было необходимо, иначе христианство просто в истории бы не осталось. А затем самыми лучшими миссионерами кто были? Посмотрите, они все канонизированы. То есть это были святые. И напротив, профессора вот такие, да, учителя и прочие. Говорят, говорят, говорят о Боге, а, как говорится, о ВОЗ и ныне там. Вот, и, конечно, второе можно отметить, что в любой сфере жизни нашей не так много людей, которые продвигают, допустим, ту или иную науку, искусство, литературу, технику. Много ли там людей, которых мы можем назвать вот гении? Позовите в музыке. Много ли таких же композиторов? Позовите вот сейчас. Много их таких, которым вы сказали? Нет, мало. Художников замечательно. Многих? Нет. Философов? Много. Во всех сферах, в том числе и в религиозной сфере. Да, таких людей всегда, конечно, немного. Этому нечего удивляться. Это совершенно естественное явление в человеческой жизни. Поэтому и здесь то же самое, и в области религиозной проповеди. Мы тоже находим не так много тех, кто действительно мог бы привести людей, людей к христианству по существу. И последнее. С горы катиться куда легче, чем подниматься на гору. Христианство требует от человека лечения. У меня болит зуб. Ой, нет, не пойду лечить зуб. Ой, нет, 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 нет. Пусть болит. Дайте мне болеутоляющее. Не хочу идти в больницу. Понимаете? А вот эти, о чём вы пишете, они напротив. Что вы? Вы достигнете сверхсознания. Вы начнёте видеть на расстоянии. Вы увидите там такие переживания в себе. Вам откроются иные миры. Ой, как интересно! И покатился с горы. Не подумывал о том, а что это мне даст, если я завтра умру? Интересно. Что это да? Забыли, что духовная жизнь сводится к чему? Духовная жизнь человека. То есть жизнь человека. К исцелению. Вот что это такое. От чего? От нашего эгоизма и прочих всяких страстей, которые присутствуют в этом нашем эгоизме. А там нет. А там говорят о другом совсем. Мне о каком исцелении речь не идёт. Вы какой есть такой, вы и хороший. Вы слышите? Вы хороший. Не беспокойтесь. Вот вам только что. Надо было узнать ещё, что там, что здесь, а как это, а что почему и тому подобное. Слышите? Хорош. Я хорош. Ой, какой! Ура! Ура! А если я хорош, я здоров, чем бы мне теперь развлечься? Какие бы мне картиночки посмотреть? Понятно почему? Интересуется. А вот здесь христианство говорит, «Нет, ты больной». Я больной. Ты сам больной. Я больной. Посмотри на себя. Тебя не тронь. Из тебя какие фонтаны ядовитые. Христианство говорит о самой сути. Человека необходимо лечить. То есть, а следовательно, признать, что я болен. Духовно болен. Вот потому, потому христианство, я бы сказал, с трудом принимается. А если принимается, то чисто внешним образом. А эти все, ну что вы, ура, здоров, счастлив, одни развлечения. Удовлетворение любопытства. Вот в чем причина, что там эти миссионеры имеют, кажется, успех, а здесь довольно трудно. Галина Мерзуева, село Малая Сердоба, Пензенская область. Алексей Ильич, как правильно организовать свою жизнь при выходе на пенсию? Почему для многих пожилых людей этот промежуток времени становится бессмысленным? Почему многие из них жалуются о своей никому ненужности? Объясните им, чем они должны заниматься в свои годы. Должны, наконец, хотя бы выходя на пенсию, понять то, о чем пишет Исаак Сирин Святой. Кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни. Пора подумать, хоть теперь-то, зачем я живу и что мне надо делать для того, чтобы, повторяю, войти в вечную жизнь достойно, достойно, а не как разбойники, с которыми расправляются. Поэтому здесь надо, выходя на пенсию, заняться, наконец-то, чтением литературы, хорошей, доброй литературы. Вот, Ауа Дорофея там, Игнатия Бринчанинова, его творения, его писем, того же Марка Подвижника, Исаака Сирина, Антония Великого, таких Подвижников, как Игумен Никон Воробьёв, как Письва Лаамского старца. Это читать, и, если вы хотите, чтобы жизнь была заполнена, наконец, надо взяться за себя и учиться молиться. Молитва – это тот выключатель, в данном случае, хочу сказать, включатель, благодаря которому только мы можем увидеть свет Божий. Научиться надо молиться. На моих глазах произошёл случай, очень показательный, когда к Игумену Никону Воробьёву пришла женщина, крестьянка, и жаловалась, что мне делать, батюшка? Вот, я на пенсии, у меня огород, у меня скотина, но скучно мне, никто не приходит, все разобщены, скучно. Батюшка, помогите, что мне делать? И вот он, он сказал, ты знаешь что? Вот молитву, вот я тебе сейчас скажу кратенько, я сказал, молитву Иисусу, старайся, как можно чаще и от всей души повторять её. Не спеши, совсем не спеши, внимательно произноси, как можно чаще, постарайся. Примерно через год она пришла, с чем? Это удивительно. Она чуть ли не со слезами бросилась к нему на колени, перед ним на колени. Батюшка, я не знаю, как благодарить вас. Моя жизнь наполнилась радостью, моя душа исполнена мира. Я просто вас благодарю, не знаю как. Вы мне дали рецепт. Ну, она, может, этого слова не сказала, сказала, что теперь моя жизнь приобрела полноту. Отец Никон, когда услышал это, то сказал, впервые в жизни я вижу человека, который послушался. Все хотят получить плодов, нисколько не думая о корнях. Впервые, говорит, я увидел этого человека. Простая крестьянка, простая женщина. Вот где ответ. Похожий вопрос, Алексей Ильич. У молодых людей очень много времени уходит на учебу, работу, заботу о семье. Но ведь и они должны вести духовную жизнь. Какие есть определенные минимальные правила, нормы духовной жизни занятых людей? Первое. Духовную жизнь все мы ведем. Только какую? Вот чем-то. Духовная жизнь – это наша жизнь. И мы от нее никуда не денемся, пока мы живы. А вот какая духовная жизнь – это уже очень важно. Так вот, в данном случае приходится действительно повторять только. Если мы хотим, чтобы наша духовная жизнь оказалась наполненной не всякой дрянью и всякими гадостями, так, а была наполнена действительно светом и миром, и успокоением, и действительно радостью, то нужно... Это не мой совет, не подумайте. Как можно чаще обращаться к Богу с молитвой? Какая молитва? Можно молитву Иисусу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Так, молитва мытаря, потому что мы грешим непрерывно. Божьей милости будем мне, грешнику или грешной, и так далее. Как можно чаще, но с вниманием, благоговением и покаянием. Не сбави Бог превратить эти молитвы в тараторщину. Еще раз повторяю, видите, как Серафим Романцов сказал? Нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к руганям. Так вот, если почаще напоминать себе, мы же верим в Бога, меня же никто не заставляет верить в Бога. Я верю, что Бог есть любовь. Я верю, что это дух любви. И каждое мое молительное обращение, вот есть не что иное, как соприкосновение с этим духом, с этим духом. Но молитва должна быть, еще раз повторяю, с покаянием. Так вот, это обращение к Богу, как можно более частое, знаете, что делает? Капля долбит камень. И вот это наше обращение к Богу, и более частое, оно постепенно долбит камень нашего сердца. Оно действительно каменное. И тот, кто старается в этом, обязательно увидит, как эти наши капельки пробивают это отверстие, в которое затем начинает все больше проходить свет Божий. Мы не молимся и хотим без молитвы что-то получить. Напрасно. Напрасно. Не может быть света там, если наше окно закрашено черным лаком, и мы не начнем постепенно очищать его. Не может быть света. Вот так. Это очень важно. И во-вторых, конечно, это не менее важно. Мы должны следить за своей совестью. За совестью следить. Стараться, насколько это возможно, не нарушать ее. Не будем. Это самый главный центр нашей жизни. Совесть – это наше сердце. Избави Бог повреждать сердце. Поэтому даже следить за этим, если что-то случается, обманули, слукавили, слицемерили. Немедленно надо каяться перед Богом. Слышите? Не ждать, когда я пойду к батюшке. Немедленно надо каяться. В этом отношении очень полезна книга Яна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», где он показывает прекрасный пример этого. Почитайте только ее, увидите. «Опять я разгневался, опять я осудил, опять я почеславился. Господи, прости меня!» От всей души он пишет. «И возопила к Богу моему. Прости меня, Господи!» И пишет. «И опять я ощутил пространство в душе своей». Грехи сжимают его, высушивают. А здесь опять пространство я ощутил в душе своей. Вот эти две вещи, по крайней мере, необходимы. Ну, а всем прочим, конечно, вы знаете, что надо, конечно, в церковь стараться ходить, исповедоваться надо, причащаться надо, вот, не лениться, вот. Насколько возможно, возможно, смотрите за постами. Каждый в меру своих возможностей, своих сил. Я думаю, вот так и постепенно мы увидим, как наша суета, оказывается, раздвигается, и мы находим добрую тропу к жизни. Алексей Ильич, у нас в разных вариациях есть несколько вопросов, касаемых ювенальной юстиции. Чтобы не тратить драгоценное время, я не буду их все зачитывать, они достаточно пространные, но вопрос, как бы, у людей понятен. То есть, как вообще к этому относиться, как на это реагировать, что делать, и к чему вообще вот эта кампания по внедрению ювенальной юстиции у нас в стране может привести? Ну, видите, ювенальную юстицию вводят все те же, как сейчас принято выражаться, силы, не называя конкретно ни людей, ни органы, ни организации, все те же силы, которые сейчас управляют средствами массовой информации, и задачи которых, судя по всему, в развращении людей и убийстве их духа. Потому что ювенальная юстиция, в конечном счёте, она же совсем заинтересована не в том, чтобы детей спасать. Об этом и речи нет. Где же лучше ребёнку жить, как не в семье? Где он может получить только воспитание, как не у родителей? Это совершенно же очевидные вещи. Она направлена совсем на что-то другое, на то, о чём предупредил Господь ещё в Евангелии две тысячи лет тому назад, о чём предупредил, и что тогда звучало, как какой-то абсурд. Потому что он сказал такую вещь. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Это абсурдно звучало. Теперь же посмотрите на те средства, с помощью которых пытаются, так сказать, эти органы, или это юстиция воспитывать детей. Ребёнок должен доносить на родителей. Должен рассказать там врачам, учителям и кому-то, милиции, что вот папа меня шлёпнул, мама мне не дала конфетку, папа мне не дал столько карманных денег, сколько дают другим, мама меня обругала и так далее. Дети начинают и приходят в органы, и, что называется, сначала на заметку ставят родителей, а потом уже предупреждают. «Или вы будете относиться по-человечески к детям, или дети чувствуют свою власть». Не имея ещё разума, потому что ещё возраст совсем не тот, не имея разума, они начинают командовать родителями. И родители понимают, что если они не будут исполнять, то начнётся, может быть, с каких-то штрафов, а затем вообще и в тюрьму даже посадят. Если что-то такое найдут, ну, с их точки зрения, с точки зрения этих омбунтсменов, да, какие-то действия, противоречащие их пониманию отношений к ребёнку. Вы видите, что самое страшное? Детей делают врагами родителей. Я не знаю, что худшего ещё можно представить. О каком воспитании детей может быть речь? А когда их отбирают, в какие семьи их только ставят, или в какие учреждения, они что там с чужими людьми получат лучшее, получат любовь? На Западе очень нередко, когда этих детей изимают и отдают этим в так называемые семьи однополые, где происходит ещё большее, не большее, а вообще развращение, развращение этих детей. То есть, я не хочу говорить о многих вещах, которые сопряжены с ювенальной юстицией, о ней уже сейчас очень много говорят, но основная идея и направленность её видна. Она носит в себе по существу антихристианский характер. Она делает врагами родителей и детей. Она разрушает возможность христианского, и не только христианского, а просто вообще нравственного воспитания детей. Просто нравственного. Потому что без наказания ребёнка, без наказания, его невозможно воспитать. Это знает вся история человечества. Всегда это было. И вдруг в 21-м, 20-м, 21-м веке открыли, оказывается, никак нельзя никаких мер принимать к ребёнку. Это что такое? Это улыбка дьявола. Другим словом, это не саркастическая улыбка. Вот вам, пожалуйста. Конечно, это приведёт к самым отрицательным явлениям. И в частности, когда эту юстицию предполагают, что несовершеннолетним надо считать человека до 18 лет, то можно себе представить, что эти уже взрослые ребята, взрослые ребята, что они будут делать, когда знают, что если не безнаказанно, то почти безнаказанно они могут сделать то, за что взрослых отправляют на многие годы в тюрьму. То есть этим разрушается семья. Разрушается нравственность и воспитание детей. Разрушается общественная атмосфера жизни, ибо преступность будет возрастать. Теперь эти чиновники, особенно в нашей российской действительности-то, что они будут делать, когда они почувствуют свою полную власть над родителями, над семьями? Это начнётся коррупция, невиданная коррупция. «Вы будут откупаться всеми способами, только не забирайте от меня детей». Что это будет? И сомнений никаких нет. Ну и, наконец, я бы сказал, что ювенальная юстиция разрушает основной принцип общественной жизни. Общественной жизни. Закон даже общественной жизни. Какой этот закон? Этот закон – закон дисциплины и подчинённости в обществе. Именно что? Если вы солдату дадите те же права, что и генералу, всё, армия закончена. Если вы сотруднику, рабочему фирмы дадите те же права, что и хозяину, всё, фирма лопнула. Если вы дадите любому гражданину права президента, всё, государства нет. Если вы дадите ребёнку не только те же права, что и родителям, а большие даже права, а именно ювенальная юстиция об этом как раз и говорит, это что будет? Слышите? Нарушается основной закон социальной жизни. Это вещи очевидные. Возникает только вопрос. Кому это нужно? Кому это нужно? Древние римляне так и говорили. Кому это выгодно? Что это такое? Кому? Мы об этом не задумываемся, не задумываемся, к сожалению. Ещё раз повторяю. Вот та пропаганда, я бы сказал, безнравственности, жестокости, крови и насилия, вот это введение теперь этой ювенальной юстиции, мне кажется, происходит из одного и того же источника. Этот источник – реально существующий сатанизм. Потому что другого вы не можете ответа найти. Зачем показывать эти жестокости, насилие по телевидению? Скажите, зачем? Какому человеку, добропорядочному человеку это нужно показывать всякие развраты и насилие? Кому это в голову придёт? Никому. Также здесь нарушать устои общественной жизни. Основной закон – кому это придёт в голову? Кому придёт в голову отнимать детей и родителей? Кому? Ясно кому. Один и тот же источник. И это свидетельство очень печальное в каком отношении. Значит, мы приближаемся уже к тому времени, когда действительно должен прийти Антихрист. То есть, это величайший злодей и величайший лукавый социальный деятель, гениальнейший социальный деятель, который должен прийти. И мрак опустится на нашу бедную землю. Поэтому, вы знаете, я всегда очень боюсь, когда смотрю, вот на Западе нам постоянно показывали, как церковь занимает социальную деятельность. А духовная жизнь речь не идёт. Посмотрите, сколько приютов, детских домов, домов престарелых, какая физкультура, какие спортивные площадки. Посмотрите, всё церковь делает, какие театры. Церковь, церковь. Чем хвастаются? Задача церкви одна и единственная – лечить человека. От чего? От страстей. И вдруг эта задача, вместо того, чтобы лечить от эгоизма, от ненависти, лживости, тщеславия и гордыни, вдруг церковь занимается социальной деятельностью. Да, никто не против, чтобы и это имело место, и это, но всё хорошо в меру. В противном случае церковь перестанет быть церковью. И мне кажется, что вот этот процесс омерщения, который начался и сейчас же полностью поглотил западное христианство, он, безусловно, действует, будет действовать и отрицательно действовать и на православие. Поэтому мы стоим перед очень серьёзной реальностью нашей дальнейшей жизни. Вот следующий вопрос. У нас уже программа подходит к завершению сегодня. Следующий вопрос как раз об этом. Конечно, это можно очень долго, наверное, целую лекцию, не одну этому посвятить, но вкратце, ваше представление о будущем России через 10 лет. Никакого у меня нет представления. Я очень боюсь гадать, тем более, что я даже кофейной гущи под руками нет. Не хочу гадать, знаю только одно, что когда самого Христа спросили о том, когда это будет, конец света, он отказался отвечать. Причина совершенно очевидная. Причина нас, в людях, покаялись неневитине, и неневея осталась. Не покаялись другие, и всё рушится. Так и здесь. Поэтому гадать об этом, это совершенно, мне кажется, нездоровое явление и несерьёзное. А вот думать о том, что нам надо делать, как нам надо вести, как нам быть действительно церковными людьми, не по внешности, а по жизни, вот об этом надо самым серьёзным образом думать. И здесь очень важное дело. Мы, к сожалению, не понимаем о том, что каждый наш добрый, духовно добрый акт оказывает и имеет огромное значение для жизни всего нашего народа. Когда в Арсенофе Великого спросили о том, почему вот сейчас у нас так более-менее такое благоприятное время жизни и так далее, то он ответил, есть три молитвника, молитвы которых восходят прямо к престолу Божию. И назвал. Три они спасли. Вспомните, когда Авраам разговаривал с ангелами, посланными уничтожить Содом и Гоморру. Если 50, правильно, не уничтожишь? Нет, 45, 40, 10. Ангел сказал, не уничтожу и отошел. Есть предел, после которого начинается кары были уничтожены и Содом и Гоморру, потому что не оказалось уже десяти праведников. Вот о чем нам надо думать, вот о чем заботиться. Дай Бог, чтобы люди, которые обращающиеся сейчас в православие, становились православными не по имени и не по тому только, что ходит церковь и вычитывает молитвы, а по жизни своей, по жизни. А суть христианской жизни заключается в приобретении видения того, что болен я и надо мне исцеляться и никого не осуждать за то, что другие, другие делают так и так. Они тоже больны. Надо сочувствовать, не потакать, а сочувствовать и молиться о них. Руслан спрашивает, уважаемый Алексей Ильич, как вы считаете, по какому пути развития пойдет русская православная церковь в ближайшем будущем, по пути сохранения канонов или по пути церковных реформ? Вот видите, опять вопрос о чисто внешней стороне церковной жизни. Сохранение канонов или канонов и так далее. Да все каноны можно сохранять и превратиться не знаю во что. Нужно же не забывать же, кто распял Христа? Строжайшие исполнители канонов. Строжайшие. Фарисеи, которые вот даже кружки надо мыть там, скамьи, распяли Христа и оказались недостойными царства Божия. Сатанистами оказались исполнители. А спасся кто? Первый в рай вошел бандит, но который покаялся. Так и в данном случае. Вот поэтому нам нужно говорить о церкви не как о каком-то обществе, не о какой-то иерархии, которые постараются там исполнять те или иные каноны. Да, каноны правил движения. А нужно говорить о том, как пойдет наш православный народ по пути действительно жизни ли православной или по пути чисто внешнего исполнения церковных предписаний и церковных норм жизни. Евангелие должно быть основой нашей жизни. Заповеди, заповеди, которые в первую очередь чего касаются? Моих мыслей, желаний и чувств, ибо они порождают все мои деяния. Вот, оказывается, что не то, как поставить свечку, не то даже, чтобы я ходил исповелся, причащался. Да, потому что если это только носит внешний характер, ничего мне это не даст. Иуда причастился? Да, Иоанн зато успешен. И с этим причастием в него вошел сатана. Мы забываем даже об этом. Так что не о канонах надо вести речь. Это вторичная сторона, а первичная о характере нашей жизни. Вот, если действительно наш народ постарается бороться со своими мыслями, дурными желаниями, греховными, настроениями, если он начнет меняться, если он будет каяться в своих личных грехах, лично говорю, то тогда изменится. Пройдет три дня, и Ниневия останется. Вот так. Спасибо, Алексей Ильич. И последний такой вопрос, а может быть даже просьба к вам. Православное телевидение достаточно новое все-таки явление в нашей жизни. И о том, каким оно должно быть, на самом деле идет очень большая такая дискуссия. И мы получаем очень много писем, в которых одни зрители говорят, что ну вот спасибо, что вы такие светлые, спокойные, миролюбивые, вы приносите успокоение, дух мира. Другие зрители говорят, что ну что это за такое беззубое православие, вы должны быть боевые, вы должны вести борьбу, вы должны там вот то-то-то. и вот поскольку вы для телеканала Союз являетесь авторитетом, то мы хотели бы вот от вас услышать, какими мы должны быть, каким должно быть православное телевидение, что оно должно нести людям. Оно должно нести людям то, ради чего существует церковь. все ее акции, все его акции, они должны в конечном счете быть направлены к одной цели, к той, ради которой существует церковь. Какой? Дать понимание духовной жизни, помочь людям как-то настроиться на эту духовную жизнь, привести людей, показать может быть различные опыты, что ли, и страницы из истории, показать, как люди приходили к этой цели. В то же время предупреждать людей и от тех совершенно ложных, прелестных, я бы сказал, вещах, которые все больше появляются в нашем мире, в частности и в православном. Может быть иногда говорить о каких-то даже книгах, предупреждать людей от этих книг, потому что люди же не знают, предупреждать и говорить почему, может быть что-то рекомендовать, даже пропагандировать, хотя слова не очень красивые, но по крайней мере говорить о святоотеческой литературе, может быть у вас есть люди, которые могут комментировать какую-то литературу, в частности святоотеческую литературу и других. Мне кажется это было бы очень хорошо, если бы это было возможно. цель одна, нет никакой разницы, у телевидения, радио православное, педагог православный, священник православный, у них только одна цель, и к этой цели нужно стремиться с разных сторон. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является наконец видение своей греховности, которая в нас естественно есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом.